И снова всем привет, друзья, с вами Грей Фокс, и я продолжаю проходить Final Fantasy 2, конкретно ледяные этажи башни Мистидии. И я посмотрел, как работает заклинание Астил, которое я пытался применять в прошлом бою, ну, в прошлой серии, и действительно его нельзя применять на нежике, потому что оно работает в обратную сторону. Не отсасывает, а заливает, скажем так. И поэтому мой черен лишился всей своей манны, и, в общем... Остался ни с чем. Поэтому я вот, пожалуй... Скормлю ему эфир. Ой-ой-ой, это что такое? Оно отнимает хитпоинты, а-а-а-а... Это ледяная вода, походу, была. Она тоже не понравилась мангерам. О, ледяный меч. Спрашивается, зачем мне ледяный меч на ледяном этаже? О, он мощнее, конечно же, чем огненный, но... Так я буду драться с ледяными монстрами. Так, ладно. Если мне попадется какая-нибудь... Не нежить, у которой можно украсть манну, я, пожалуй, этим воспользуюсь. Нет, нет. Как же быть? У Шириона тратить манну, жалко. Нет, давайте все-таки так. Я кое-что придумал. Вот. Экипируй. Мы экипируем нашему Ричарду древний меч, и я надеюсь, он сейчас сумеет проклясть гиганта. Да, вот, гигант проклят. И его довольно-таки легко завалили. Ну, ничего. Теперь экипируем обратно огненный меч. Да. И бьем. Я раньше как-то не пользовался этой фишкой, но действительно можно переодевать оружие прямо во время боя. неужели? Это будет босс, да? Это будет ледяной гигант. Только я на этот раз заранее посмотрю, что у меня тут экипировано. ээээээээээээ... Мда... Нет, ладно Все и так нормально Ой, маг меняет свою форму На ливяного голема Или гиганта Ладно, попробуем Может быть удастся что-нибудь у него украсть Так вот Ого, ничего себе урон Да, ну удалось его проклясть И Да Аферион украл у него какое-то количество манны Ну аминь Все, тогда его еще ослепляем Нет, 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 нет А то он убьет бедного Гая Надо его подлечить вовремя Вот так Ну Колдует он весьма так себе Возможно, потому что на нем проклятие висит Возможно, по какой-то другой причине Я думаю, мы с ним теперь легко справимся Ну да В 10 раз упал урон То было 600 А стало 60 Аферион понемногу восстанавливает свою манну Так что все хорошо Жизнь прекрасна С этим мы разделались Теперь нас ждет Этаж Ветра Наверное Ух ты Какие твари Господи Боже мой Как-то так Эти цветочки Содержат в себе манну Нет Вот Химера Определенно в себе манну содержит Надо было На нее наколдовать Ветра Неэффективно. Да, вот у Сериона Аспил совсем другое дело. Вытягивает манну на... Ура! Просто откуда вы побежали? Я надеялся, это не сработает. Поршн, замечательно. Сейчас кому-нибудь его с кормим. Так, щиты. И щиты меняем на алмазные тем, кто носит щиты. Потому что они вроде как позволяют сопротивляться молниям. Ого! 988 урона. Ой, нет. Еще убьет. Так. Смотрите-ка, даже из бомбочек он прекрасно вытаскивает манну. Так... Куда я иду, вообще? У-у-у, серьезно? М-да, эти ребята опасные, опасные. Э-э-э... Не знаю, холли, наверное, все-таки. Будем на проверенную магию полагаться. У-у-у-у-у... 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 У-у-у-у... У-у-у-у... Убежать, может быть, удастся убежать? Убежать, может быть, удастся убежать, удастся убежать. Ух, господи, как с вами сражаться-то? С ума сойти, ну давай, статус, проходи. Не может же он вечно висеть. Ну, дайте мне ход. Ну, 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 боже. Ну что, застряли в бесконечности, неужели? Охренеть. Блин, я даже не знаю, у меня просто нет слов. Что это такое было? Хо-хо-хо-хо, гай. И что? Что, теперь опять по новой все? Что? Чёрт. 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 Да что ж ты будешь делать? Давай, Гай, давай, помоги мне с ними сделаться. Невероятно, просто охренеть можно. Я опять попал в такую ситуацию, в которой просто и... Но сейчас она очнется, она вам покалит. Неужели я вырвался из этого цикла бесконечности и наконец-то я могу полечиться? Давай, ничтошек! Ну нет! Нет! Господи боже! Воскрешайся! Воскрешайся! Неужели это закончилось? Эта бесконечная битва закончилась? Я не знаю, сколько она займет у меня в записи, я тут повырезаю все эти ужасные моменты, когда ничего не происходило и мне приходилось просто ждать, пока Мария будет махать посохом и пройдет этот статус конфуза, а все остальные лежали мертвыми. Боже, это все заняло, наверное, минут 15. Конечно, в записи я это все вырежу, оставлю сокращенную версию, но боже, я такого никогда не видел и представить себе не мог. Такого эпика вот что делают статусы. Мда, только не говорите, что опять мне, слава богу, это всего лишь гигас и бомбочки. Нет, не нужно мне никакие больше сомнительных приключений с опасными монстрами. Нет, не нужно сомн switches. Рами идут со временем и пакетом finger type. Ммм... Ой, там сундучок. Ладно. Моя жадность меня до добра не доведет. Мне дали злобный посох. Злобный посох для белого мага? Это как-то странно. Давайте проверим, как он работает. Тут еще хорошо, что нет проклятых предметов, которые, если экипируешь, то потом уже не можешь их снять, и они наносят тебе какой-нибудь вред. О нет, опять-таки статусы. Твою мать. Причем у меня все стоят в одном ряду, так что это... Это очень опасно. Так. 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 Соус, соус, хорошо. На Фериона ладится роль лекаря теперь, потому что он восполняет себе манну. Так вот, я говорю, хорошо, что здесь нет проклятых предметов, как в Shining in the Darkness и Shining Force. Там, если ты надевал проклятый предмет, он, конечно, был мощнее, чем обычные мечи или доспехи. Имел какие-то полезные свойства, но в то же время он мог наносить какой-то вред. То ли у твоего персонажа висело проклятие постоянно, или отнимались хитпоинты, или постоянно было отравление. Или еще какая-нибудь фигня происходила, либо постоянно, либо время от времени. Так, я что-то не вижу здесь мага, но мне страшно. Где? Нету? Ох, твою мать, какие страши еще. Давайте попробуем вас усыпить. Василиски. Они наверняка умеют превращать в камень. Вау. Ох, нихрена себе манны Ферион у него забрал Я так думаю, эту магию Аспил можно не только Фериону в таком случае прокачать Но еще и остальным персонажам Давай, Гай. Нет, не так. С Василиска, с этого. Поменяйся с ним Ах, не успел Ну ладно Количество хитпоинтов прямо на глазах растет Как мои ребята прокачиваются Ники Ладно Так вот И вот так вот Как быстро здесь идет прокачка в этой башне, я просто поражаюсь Но и враги здесь тоже не из слабых Да что ж ты будешь делать Хм Почему не работает Ах, видмога Нет, 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 нет Что ты делаешь, Гай? Если сработает, это будет удивительно Нет, не сработало Ну ладно Все получили свои награды, кроме Ричарда Который Пал смертью храбрых Так Слишком много несем, да? Что тут еще? Можно выбросить, либо использовать Вот так вот Так вот Так вот Вот эту штуку И в ближайшем бою И в ближайшем бою ее используем А, да, еще вот Вот это выбросим Так, что тут лежит? О, нет, нет, нет Нет, спасибо Где? Куда он делся? Так Так Твою мать Вот это да Прям не знаю, что и сказать Как их можно убивать Всю эту толку Допустим, троих за один ход можно завалить Если все будет хорошо и идеально Ну, а потом Так вот Так 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 Что, не на одного? А, на одного сработало Ладно Пробуем тогда Вот так вот сделать Уж на одного-то С большим шансом накладывается Замечательно Может быть Удастся чейндж Наконец-то Сделать О, нет Поздно стеночка Сработала Да Ладно Будем с этим заканчивать Уж на одного-то Да что ж ты не работаешь? Я смотрю наши белые маги, скажем так, Мария и Гай, у которых более прокачан параметр Soul, они практически не поддаются на эти вот статусные заклинания конфуза, потому что сила духа у них высокая, а вот наши воины почему-то постоянно соблазняются перейти на сторону врага. Что? Что мы взяли? Это самые туфли? Действительно туфли. Господи, я не знаю, что я буду с ними делать. Нет. Ах, да, я хотел проверить, что делает этот посох. Аэра 16 уровня. Ничего, неплохо так. И он не исчез, хорошо. Хорошо. Так, нет, идем вот сюда. Вот. Продолжение следует... Ну-ка, ну-ка, ну-ка... А! Ричард стоит в заднем ряду, я и забыл. А вот манну этого огненного монстра, похоже, совсем немного. И Гай с ним хоть и поменялся, но... Никакой особой пользы это нам не принесло. Ну ладно. Ну ладно. Так... Что-то будет делать. Первый ряд надо поставить этого парня. Нет. Всех первый ряд. И вот он, босс. Этажа ветра или этажа молнии, или что-то такое, зоопяш был. Так, что мы экипируем. Ну давайте. Ух ты, какой серьезный-то гигант. Красно-синий такой. Выглядит угрожающе. Знаете, есть такие вот змеи, если вы видели в террариуме, это же вот такой вот окраски опасной. Нет, все-таки не так. Все-таки делаем слип. Господи, слип. Ослепление. Этой делаем сейф на всех. Гайан делаем шелл на всех. А вот Ричард. Пускай экипирует древний меч и попытается наложить проклятие. Знаете, не сработало. Я имею ввиду ослепление. Что и... И проклятие не сработало? Да что ж такое? Тогда этот накладывает сон. Вот так вот. Урон он наносит довольно... Неплохой. Повреждения ему нанести не удалось, но проклятие сработало. Это хорошо. Так, теперь Холли. Нет. Да что у меня с кнопками по два раза срабатывает нажатие. Да, Аэро работает на него замечательно. Холли тоже неплохо. А вот... Атаки мечом... Что-то как-то я не заметил. И уже возможности проверить не будет. Ну ладно. Что-то тут такое произошло. Много всего дали. Много всего дали. Так. Вот, вот. Господи, ну не могли меня отпустить с миром. Обязательно было... Ещё один бой устроить. Есть. Что-то кричит. Может ли я опираю кого-то? Ну... Какой же время? Ну, я попал. Начинается... С этой кучей слизи покончено и мы поднимаемся на следующий этаж. Тут какие-то колонны интересные. Что это, для чего это? Мы скоро узнаем, а конкретно в следующей серии. Башня действительно долгая, так просто ее пройти не удается. Особенно учитывая, какие мне встречаются интересные монстры, накладывающие статусы. Битвы с которыми затягиваются на 10-15 минут. К тому же кончается манна. Хотя у Тириона есть Аспил, но вот у Гая манна почти закончилась и ни с кем поменяться не удается. А у Марии хоть и еще больше сотни, но у нее и заклинания весьма затратные. Хоть Холли, хоть 7 уровень лечения, да и вообще магия у нее достаточно высоко прокачана. Так что, я не знаю, хватит ли мне манны, чтобы пройти эту башню. Ладно, впереди еще осталось несколько этажей. Я полагаю, должен быть еще один гигант стихии земли, наверное, остался. Мы троих убили. Ну посмотрим, что там будет еще. Либо там что-то другое в конце, я не знаю, я не читал полное описание, только так в общих чертах посмотрел. Так что, как доберемся туда, так и узнаем. Но на сегодня на этом будем заканчивать. Я, пожалуй, тут сохранюсь, прямо на этой лестнице. И пойду немного отдохну. От финалки все-таки стоит отдыхать. Хоть я и стараюсь ее записать побыстрее, но устаю от таких затяжных боев. Так что пойду-ка я себе сделаю чайку. И прилягу в дремну после обеда. Вот. Такие у меня планы. Но на этом давайте прощаться. С вами был Грей Фокс. Как обычно, проходил Final Fantasy 2. Специально для канала Taurus Gaming Revival. Если вам нравится это прохождение, ставьте лайк под видео. И увидимся в следующих сериях. Ведь впереди нас ждет только больше интересного.